Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И с вами остановились на 10 главе. И сказали, что первородный грех, несмотря на страшнейшее наказание всего человеческого рода, опять пророс через хамское состояние отношения к своему отцу. Есть такое предание, что вновь в ковчег вошли 8 человек, а вышло 9. И вот непослушание хама, подобно тому, как непослушание Каина, привело к тому, что хам решил посмеяться. И он искал любой повод и нашел. Этот повод, как вот отец меня ругает, а я вот тут лучше его. И вот он повод нашелся. Он увидел неосознанно, но и выпил вина и лежал в своем шатре обнаженным. И хам решил посмеяться и вовлечь не только самому, а вовлечь в это дело и своих братьев. Но братья удержались, потому что они были благочестивы и послушны. И Господь через Ноя показывает, что страшное состояние хамитское не только против брата Каиницка, но еще и против отцовской, против традиций, наших родовых традиций, православных традиций. Тот, кто выступает против них, тот уподобляется хаму. Кто уничтожает правильную подготовку, совершение определенных пасхальных традиций народных, или, например, традиций покаянных масленицы, или традиций правильного выхода замуж, и начинают делать гражданские браки, он поступает как хам. Традиция – это и есть та золотая цепь, святоотеческая традиция. Передача опыта жизни в Духе Святом именно в 8-9 главе говорится о этом опыте. Передача страха Божия и передача этой пасхальной радости. Конечно, я условно говорю, еще не было Пасхи, Христос еще не воскрес, но вот этой радости спасения, которая во многом уподобляется пасхальной радости. Ведь Ной спасся временно, но оказался все равно во власти смерти, все равно он умер в 950 лет. А у нас высшая пасхальная радость, и чтобы все ее сохранить, необходимо сохранять православные традиции и богослужения, и толкование священного писания. Так вот, толкование священного писания, каждый раз мы повторять постараемся будем, они символически покаянные, богочеловеческие и православно-церковные. То есть, язык именно опирается на эти три критерии. И в этом контексте мы можем и прочитать 10 главу. В этой 10 главе говорится сразу о нескольких толдотах. В 10 главе с 1 стиха по 32 стих говорится о толдоте сынов Ноевых. В дальнейшем мы в 12 главе будем говорить о толдоте, в 11 главе будем говорить о толдоте Сима. И в этой же главе о толдоте Фарры. И вот начнем сначала с толдота Ноя. У Ноя были, как мы знаем, три сына. Вот сразу же в 10 главе повествуется толдот Иофета. Некоторые считают, что Иофет был старший сын, а некоторые считают, что младший сын. Но различные богословские мнения здесь не противоречат друг другу. Потому что толдот определялся не по возрасту, именно после потопа. Это впоследствии по возрасту, когда будет толдот Авраама. И для еврейского народа очень важно было по старшинству. Старший сын, он независимо от духовного, душевного состояния, он всегда главный. А вот здесь может быть даже Иофет быть младшим сыном. Но по душевным, качественным характеристикам, как Иоанн Богослов. Мы помним, он был одним из младших. Еще Марк был, евангелист, тоже один из младших. В 16 лет им обоим приблизительно было. Но Иоанн Богослов был тем учеником, у которого он на Персиях был. Который самый любимый ученик. Вот так же, думаю, и здесь толдот Иофета, сыны Иофета получают первое такое указание в Священном Писании. Вот родословие сынов Ноевых. Сима, Хама, Иофета. Смотрите, перечисляется сначала Сима, как будто он старший. Потом Хама, как будто он средний. Иофета, как будто он младший. И тут же начинают с младшего. Сыны Иофета и перечисляют. Гомерь, Магог, Мадай и Аван. Очень похоже на Иван. Елиса, Фувал, Мешех, Ферас. Сыны Гомера. То есть, когда не родились эти сыны, то у Гомера новая толдот. Аскинас, Рифат, Фагорма. Сыны Иована. Елиса, Фарсис, Китим, Дададим. От сих населились острова народов, в землях их, и каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Очень интересно. То есть, это указывает своих, своих указывается на свободу. Им Господь не приказывал. Они свободно это делали. С радостью перемещались, не причиняя друг другу вреда. То есть, сены Иофета, как некая единая общность, друг друга поддерживающаяся на принципах любви. Следующий сын. Хам. Сыны Хама. Хуш. Мицраим. Фут. Ханаан. Сыны Хуша. Сева. Хавила. Сафта. Рама. Сыны Рамы. Шева. Дедан. Хуш родил также Немрода. Вот это интересно. Восьмой стих для нас очень важен. Что же это за Немрод? Сей начал быть силен на земле. То есть, вот этот хамитский дух, он стал проявляться, не написано, был самый добродетельный, самый терпеливый, а он был силен. То есть, для Немрода и для хама важна была внешняя сила, телесная сила. Вот здесь, поэтому в Священном Писании акцентируется, чтобы мы обратили внимание на это слово. «Был силен на земле», то есть, на земле, не на небе, ведь сыны Сифовы, Авелевы, то есть, я так условно говорю, по духу сыны, также Ноевы сыны по духу, те, которые живут в принципах жертвенной любви, в этой пасхальной радости, страхе Божьем, они сыны неба. А здесь написано «силен на земле», он был сильный зверолов, то есть, сильный на земле, а еще сильный зверолов – это слова внутреннего содержания. То есть, усиление идет, слышащий для слышит, видящий да видит, песнь песней, праздников праздник, торжество и торжеств, суета сует, то есть, он был сильный не только телом, но и сильный зверолов. Некоторые из святых отцов толкуют, что зверолов – людей. Помним апостолов, когда Господь призвал к служению апостольского, будете ловцами человеков, не ловцами рыб, которые вы сейчас себя позиционируете, рыбку ловите, а ловцами человеков. А здесь зверолов пред Господом Богом. То есть, он это делал пред Господом Богом. Каин-город тоже строил пред Господом Богом. То есть, он пытался проникнуть в устроение, не преобразуя людей, а паразитируя на людях. Вот как можно перефразировать. «Потому и говорится, сильный зверолов, как ним в рот». То есть, получается, что хамидский дух, который выступил против лжетрадиции отца, он, как снежный ком, стал копиться во зле, в системе уловления, и дошел до уловления душ человеческих. Царство его вначале составляли. Сразу слово «Вавилон». Очень интересно. «Смешение». То есть, смешение какое? Еще не было Вавилона. Мы до Вавилонской башни только в 11 главе. Ее будем следующее рассматривать уже время. А здесь сразу же Вавилон. Составляли царство. Вначале составляли Вавилон. То есть, смешение. То есть, Немрод попытался смешать людей. Перемешать их мнение. Объединить их на принципах. Так можно сказаться, на лжепринципах. Рех, следующий город. Эк Акад, Халне, в земле Сеннаар. Из всей земли вышел Асур и построил Ниневию. Мы, когда рассматривали с вами, будем рассматривать исторические книги, то мы увидим, что этот город был действительно один из самых древнейших городов. Он был разрушен. Его, впоследствии, пророк Иона посетит и призовет к покаянию. И сам Господь также об этом городе скажет, что Иону послушали ниневитяне, а вы меня не слушаете. Следующий город. Рехов-Ир. Калах. Дальше. Ресен. Между Ниневию и между Калахом. Это город великий. Значит, великий он был не в глазах Божьих. То есть, это город был там, где не прославляется имя Божие. А там, где кощунствуется, как у нас, например, в Москве есть такой магазин «Золотой Вавилон». Почему вдруг его не назвали «Царство Божие» или еще как-то «Золотой Вавилон». То есть, пытаются люди вернуть на уровне какого-то духовного прельщения, вернуть древнее название и уподобиться ним в роду, уподобиться хаму, что ли. Получается так. Следующий, 15 стих. Тут есть перечисление городов, но они нам мало... Вот вышли филистимляне из городов Патрусим, Кослухи, Кослухим. Это 14 стих. А в 15 стихе говорится очень интересно. «От Ханаана родились Сидон, первенец его Хэт, Ивусеи, Амореи, Гиргесеи, Евеи, Аркеи, Синеи, Арвадеи, Цемореи, Химофеи». То есть, те, которыми впоследствии в земле обетованной будут воевать люди Иисус Новин, защищая веру в истинного Бога. Впоследствии племена ханаанские рассеялись хананияне, то есть это уже от хамитов. «И были преданы хананеев от Сидона в Герару до Газы, отсюда к Содому и Гаморе». Видите, древнее название Содому и Гамора, впоследствии они будут испепелены за разврат. «Адме, Цеваиму до Палаши» – это сыновья хамовы, по племенам их, по языкам их, в землях их и в народах их. «Были дети у Сима, отца всех сынов, Еверовых, старшего брата Иофетова». Таким образом, это сыны хама. А что же у нас сыны Сима? Сыны Сима – Елам, Асур, Арфаксат, Луд, Арам. Сыны Арама – Уц, Хул, Гефер, Маш, Арфаксат. Родил Каинана, вот интересно, родил Каинана. А мы вспоминаем, ведь мы же помнили Каинана еще до потопа. Каин, Каинан, не будь Каином. Это значит, что вроде Сима уже понимали. Смотрите, на втором поколении уже понимали, что дух Каиницкий опять проснулся в хамитском племени. И что нужно противодействовать ему. «И ты, Каинан, не будь Каином». Вот как. «Салу, Салу родил Евера». Вот это имя, братья и сестры, запомните. Ну, в общем-то, от слова впоследствии будет «еврейский народ». Именно вот этот человек, Евер, в 24 стихе упоминается. И в 25 стихе делается акцент. «У Евера родились два сына, имя одному Фалек, потому что во все дни его земля была разделена». То есть, уже смешение сменилось разделением. «Има брата ему» и «Октан». То есть, земля разделена, то есть, стало противостояние между родом сифицким, я имею в виду духом праведным, духом, который был с жертвенной любви, между духом Каинита Хамидским, который проник через Хама и его сыновей, в частности, через Немрода царя. И в этот, то есть, Фалек разделение. «Имя брата его – Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хацарама, Вефа, Иераха, Гадарама, Узала, Диклу, Авала, Ами, Авимаила, Шеву, Афира, Хавилу и Авава. Все эти сыновья – Иоктана». То есть, указывается, что они были его по духу. То есть, все, то есть, утверждения – сыновья Иоктана. То есть, они переняли опыт жизни в Духе Святом. То есть, они старались удержать от вавилонского духа, от смешения, от закабаления хамидского. «В поселениях были от Меши до Сефара, горы Восточной. Это сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы по всей земле после потопа». Таким образом, 10 глава повествует нам о двух родословных, вообще-то трех родословных толдотах. О, Иофета, Хама и Сима. Но противостояние, уже люди разделились в противостоянии. В период имени, когда было дано Симам Фалек, когда был Фалек, произошло разделение в народе. Во всем мире произошло разделение на носителей духа и на тех. Очень, может быть, даже напоминает нам сегодняшнее состояние. Россия и Америка – противостояние двух глобальных держав, противостояние духовных основ, православной и духовной основ, нехристианской. Поэтому, 10 глава – это глава разделения людей по духам. Аминь. Здравствуйте. Я Ирия Анатолий Слободчиков, насыщитель храма святителя Николая Чудотворца, село Плюсы. Приглашаю вас на молитву соглашения, которая проходит в нашем храме. Мы читаем Акафис Николаю Чудотворцу. Николай Чудотворец является поистине самым почитаемым святым у нас на Руси. Поэтому присоединяйтесь к молитве вместе с ним, к Господу нашему Иисусу Христу. До встречи на молитве. Всего доброго.